Всем привет, с вами Прио. Разгадывать секретики это довольно-таки приятно. Разгадывать их в Варкрафте, в принципе, тем более. Окей, сегодня мы поговорим о часовом поясе, в интересном довольно-таки предмете. И с целью того, чтобы вообще начать его делать, нужно сделать такого питомца, имя которому Биэл. Это такой козлик демонический. А с целью того, чтобы его сделать, его нужно по последнему этапу приручить в битвах питомцами. Для этого его нужно ослабить. Чтобы его ослабить, нужно сделать всю цепочку с таким питомцем под названием Увна. Либо можно просто-напросто кого-нибудь попросить. Мне же цепочку пришлось сделать, я не стал кого-либо отвлекать от, так сказать, привычного игрового темпа. Что нас ждет в момент часового пояса? 20 этапов, 20 точек, нам нужно просто-напросто полетать по Азероту, поделать различные действия. И потом с четырьмя мопцами нам нужно сделать определенные эмоции. Да, есть некоторая подготовка с целью того, чтобы получить этот пояс. Как я уже сказал ранее, нужно получить питомца Биэла. Ну а к тому же нужно еще заиметь четыре зеленого качества партняжных итема, а также четыре серых итема. Первый итем по партняжке это капюшон из ветра шерсти, из ветра шерстяной ткани. Нам нужен именно зеленого он качества. Далее катаклизмовские наплечники. Сейчас я скажу, как они называются. Смертошелковые наплечники. Далее нам нужны поножи ледотканные и мундир из ткани пустоты. Четыре партняжных интересных итема. Нам их нужно будет надеть в тот момент, когда мы будем разговаривать с мопцом, скелетиком в доме. Также нам потребуется четыре серых итема. Первый это одноручный меч под названием Рудий Проксимуса. Он покупается в Запределье в Награнде. Второй итем это грубый деревянный посох. Двуручный серый посох, который покупается у торговцев начертанием. Ну иди гуляй, ну не кричи. Третий предмет это дырявая шкура. Можно купить у торговца заставы Тополиной Рощи в Седых Холмах за Альянс. Либо просто-напросто дропнуть с какого-нибудь, наверное, медведя, будучи ордынцем. Четвертый итем, который требуется. Это формула Чар для Кольца Удар. Купается в Каражане перед шахматами. Такие итемы должны быть у нас серые в сумке. Зеленые итемы, как я уже сказал ранее, нам нужно просто-напросто надеть на себя в тот момент, когда мы будем разговаривать со скелетиком в доме. Это после всех 20 этапов. 20 этапов, где мы будем летать по Азероту. Что еще можно добавить касательно всего этого? Выполнил я поясок за 2 часа. Довольно-таки быстро в целом. За счет просто-напросто большого количества телепортов на ДК это все приятненько делается в целом. Текстовый гайд приложу в описании к видосику. Ну а конкретно все этапы можете увидеть тут. В дальнейшем видеоряде все абсолютно пропишу тайм-кодами, для того, чтобы вам было приятнее на все это смотреть. Да и все, монолог можно в принципе окончить. Я все рассказал, что хотел касательно подготовки, касательно выполнения, ну и касательно времени выполнения. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Карты. Ну бред полнейший. Может Биэлла нужно призвать? Да. Да я уж перепугался, думаю, что-то я не сделал, может, ну как-то это. Печальненько было бы. Так, дальше Штормград. Хорошо. Печаются? А, я его не вижу пока что. А, вот она, странная семечка. Я лутанул питомца, а не маунта. Ну как бы бывает. Тут где-то, да? Вот она, это костяшка. Опять пики Арака, да серьезно? А, вот она. Так, долина призрачной луны, хорошо. Угу. Ну типа не знаю, мышкой дергаем. А, вот она. Болото печали. Не помню еще какие там есть инженерные маунты. Восточные чумные земли. Вау. Если у тебя есть желание, если у тебя есть время, если у тебя есть финансовые возможности на это. Я всегда упоминаю насчет финансовых возможностей, потому что для кого-то оплачивать 550 рублей в месяц, это, ну, типа проблема. Вот. Ну как бы да, почему бы и нет. А, ну еще и покупка дополнений. Каждые два года. Тысячи по две. Не понимаю, что мне юзинг нужно? А-а-а. А-а-а. Я, то есть, ноль инфы имею. Так, смиричный лес, 52-62. Так, подлеской. Угу. Так, дальше куда? Предгорье хиллсбродом. Ты сидишь, кайфуешь. Рефлект есть. Живешь. Нету. До свидания все. Сейчас как-то так. Ух ты, 14 этап уже. А я что-то это... Делаю, делаю. Бесплодные земли. Это где? Я что-то забыл. А-а-а. Это с интересным рисунком на центре карты. Понимаю, понимаю. Дальше где-то? Я не обратил внимания на метку. Угу. Так, яблочко. Вожженные земли. Вожженные земли это рядом. Видите? Что я не понимаю. Скоро-ракурс это сделано. Вроде вот оно. Угу. Так. Пылающие степи. 27,47. Я только что-то сейчас об этом задумался. А потом еще и эссенции вырубят. Ууууу. Так, Даларан. Старк и Даларан, да? Угу. Так, темный лабиринт и старкар. Да, конечно, хочется побыстрее всякие такие ачивы закрыть. Но... Как бы и ладно. Получу. Че не получу? Да и... Без разницы. Так, что там дальше? Сумеречный Нагорьем. Ну, голдюшки, да, нормально. Типа, 10 лямов есть. Меня это устраивает. Так, 20-ая точка. Феролаз. Феролаз я могу с Ульдума прилететь быстро, по идее. Так, ну все. Все 20 точек мы прилетели. Отлично. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Нагорье Аратин. Ну, теперь-то он там будет. Ну, вот. Наконец-то. Так, записочка появилась. Хорошо. Говорим с ним опять. Сейчас где-то еще одна должна появиться. Да, вот она. Угу, угу, угу. Так, вам потребуется 4 их дома, и вам нужно летать по мопцам. Окей, поехали. Семеричная Нагорье 1. Где он там находится? 28-24. Чик. О, есть еще макрос на то, чтобы отслеживать, это true или не true. Да, все выполнено. То есть можно даже не надевать эти зеленые итемы в момент действия с мопцами. Хорошо. Пустоши. Пустоши, наверное, с сульдумом близко, да? Как я правильно помню. Да, да, да. Там по координатам. 5-7-47. Что заранять, проставить? Да, линзы зачем? Каждый день надевать их там. Что такое прочее. Лень. За ними уход еще. Взял, проснулся, очки надел, все. Готовенький. Труду и обороню. Так, что дальше? Зул драк. Зул драк. Старый. Долларан. Куркнемся. Типа ничего такого прям жесткого нет. Какой-нибудь топ входить. А набивать просто ради того, чтобы оно было, ну, я не знаю. Я не вижу в этом много прям полезного такого. Наверное, опять надо шмотки надеть, нет? Наверное, мне это не нужно. Типа, знаете, как в Дреноре? Открытие карт зависело от твоей хосты. Чем ее больше, тем тем быстрее я открывал карты. Ух, сейчас как пальцы накачаю. Вообще жестко будет. Че там, 87, да? Да не работает из хосты. Я же проверил уже на бешенстве. Бешенство дает 20% хосты. Так, что барабаны тем более не работают. Вот, 144. Найди за фермой сундук, забирай там все, что есть. Модель часовой пояс добавлена в вашу коллекцию. Ну, так вот. Модель часовой пояс добавляю. Продолжение следует...